Первый ключ к счастью это вера, знание об Аллахе, когда ты убежден в обещании Аллаха и знаешь, что Аллах с тобой. Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Изгнали из Мекки. Вот он в пещере. Вокруг него змеи и скорпионы. И Абу Бакр говорит ему, клянусь Аллахом о посланник Аллаха, если бы кто-то из них посмотрел себе под ноги, он увидел бы нас, потому что их пещера внизу. Если кто-то просто посмотрит вниз, он увидит нас о посланник Аллаха. И что же ему сказал пророк да благословит его Аллах и приветствует? Будь счастлив. Хорошо, но почему? О посланник Аллаха. Аллах с нами? Это вера. До тех пор, пока Аллах с нами. И Он слышащий, видящий, ведающий, любящий, благодарный, выдержанный, исцеляющий, устроитель, дающий удел, всемилостивый. Не скорби. Не скорби. Не скорби. И с нами тот, кому принадлежат все дела и решения. К нему возвращаются все дела. Не скорби, Абу Бакр. Что ты думаешь о двоих? Третий, с которыми Аллах. О больной, Аллах с тобой. О бедный, Аллах с тобой. О должник, Аллах с тобой. О тот, у кого непочтительные дети, Аллах с тобой. О тот, кто развелся с женой, Аллах с тобой. О разведенная женщина, Аллах с тобой. О вдова, Аллах с тобой. Так зачем нам печалиться? Ключ к счастью – это знание об Аллахе. Мы знаем, что Аллах делает все, что захочет. Вера в это приходит к нам после чтения этого великого аята, в котором Аллах описывает Себя и говорит Аллах вершит то, что пожелает. Хорошо. Врач вершит то, что пожелает. Твое счастье находится у врача? Врач не может вершить то, что пожелает. Но Аллах вершит то, что пожелает. Аллах может исцелить тебя. Бизнесмен не вершит то, что пожелает. Ты пойдешь к нему, чтобы он помог тебе расплатиться своими долгами? Только Аллах вершит то, что пожелает. И Аллах может разобраться с долгами всех людей Земли.